В Арсмира собрались гражданские активисты, политические, общественные деятели, представители интеллигенции, ветераны войны. Каждый хотел выразить свое возмущение инциденту, имевшему место вечером в воскресенье 15 сентября. Напомню, что неизвестные совершили нападение на блогера Дэвида Габеча и гражданскую активистку Лию Агрба. Нападавшие брызнули в глаза молодым людям из перцовых баллончиков. Дэвида били по голове. Силовые структуры проводили необходимые мероприятия вечером, однако все собравшиеся считают, что этого недостаточно. Какие-то преступления, а это преступление, оно раскрывается сразу и по горячим следам. Но наша доблестная МВД, наша милиция, которая нас бережет, она не особо охотно отозвалась на эти оперативные мероприятия. Но я еще хотела бы обратиться в первую очередь к полномоченному по правам человека. Я хотела бы, чтобы за этим процессом, за тем, что произошло вчера, уполномоченный по правам человека очень четко отслеживал. Потому что, знаете, что меня возмущает во всем этом действии? Ну, в конце концов, вот я сейчас говорила, Давид это мужчина. В конце концов, и не грех подраться или быть битым, это нормально. Но когда обижают девочку, когда эта девочка, она ровесница моим дочерям, когда обижают ребенка, девочку, молодую девушку за ее позицию, вот где трагедия. Слушайте, друзья, вот где беда. И, честно говоря, помимо того, что у меня четкое обращение к силовым, всему нашему силовому блоку, и если вы, знаете, как у Хазадова, знаем кто, знаем где, но доказать не можем. Если вы не докажете, я думаю, что вам не место быть на своих должностях. Ряд общественных и политических организаций уже выпустили свои заявления и обращения в связи с инцидентом. Однако лидер форума народного единства Аслан Барцит считает, что о таких вопиющих прецедентах нужно говорить до тех пор, пока виновные не будут найдены и названы. Давным-давно все уже сказано, все уже понятно. Если кто-то в нашем обществе испытывает какие-то иллюзии по каким-то этим вопросам, я думаю, это глубокое заблуждение. Что касается движения Харах-Питсунда. Ну, давайте я скажу откровенно, что с движением Харах-Питсунда у нас своя предыстория тоже есть. Мы их приглашали на свой съезд, на свое собрание, где они, мы им дали слово, где они выступили и сказали открыто свое мнение, что они в том числе и нам не доверяют. Вот, это тоже было. Но это не означает, что мы будем закрывать глаза на те вещи, которые происходят по отношению к людям, которых преследуют по политическим мотивам. Мы всегда будем рядом стоять с этими людьми, пока их будут преследовать по политическим мотивам. Это принципиально. И сегодня мы абсолютно точно понимаем, что это действие по отношению и к Дэвиду, и к Ли, это действие было, это показательное действие. Вот смотрите, что будет с теми, кто с нами не согласен. Вот в чем вся соль, вот в чем вся проблема. Герой Абхазии, депутат 4-го созыва Батал Кубахи напомнил о страницах нашей истории, когда такие покушения и даже убийства были обыденностью. Однако поколению победителей казалось, что все это в прошлом и в современной состоявшейся Абхазии не может быть подобных ситуаций. Я считаю, что ответственность за нарушение безопасности любых граждан, это вот лежит на президенте, поскольку он является сегодня по конституции гарантом конституции. Тут некоторые люди путают, что такое гарант конституции, они думают, что граждане должны любые решения президента поддерживать. А в то время, как там нам четко прописано, что он гарант наших собственных прав, и вот это право на безопасность, на безопасность своей стране вчера было нарушено. Это очень опасная тенденция, но тем более у нас впереди выборы. Я против всех переворотов, которые были, независимо от того, кто это делал. Я считаю, что надо идти во власть честно в результате выбора. Но получается, что когда у тебя нет аргументов, ты начинаешь лавировать и что-то делать. Я думаю, что данный факт должен быть предельно открыт, ну в смысле расследование должно быть открыто, надо найти виновников. Я сейчас не говорю о системе, там есть свои процедуры, кто и кого как наказывает, но я считаю, что если мы в ближайшее время не будем знать, кто заказал или почему это было сделано, это будет говорить о том, что мы на 30 лет возвращаемся в другое прошлое, когда мы на боевых позиций отстаивали свое право по-другому. Этого не должно быть. Мы уже практически состоявшиеся государства, все домыслы людей о том, что нам надо стремиться к формированию своего независимого государства, бессмысленно. Мы уже сформировались давно, у нас есть все атрибуты власти, просто их надо бережно к ним относиться. Член общественной палаты Тенгиз Джопуа заявил, что к своему сожалению не сильно шокирован произошедшим, так как уже несколько лет общество живет в информационном давлении на людей с властью несогласных. Ну вот эта анонимная работа противников, актуальных вопросов сохранения, обеспечения безопасности нашего государства, защиты ее интересов, она вот из телеграм-каналов, она сейчас вылилась на улицу. Это совершенно такие новые методы, которые начала применять эта власть. Ужас этих методов заключается в том, что фактически удар нанесен по молодежи, которые высказывают, имеют собственную позицию. Если бы в противостоянии только были бы вовлечены политические акторы, общественные деятели, мы еще это как-то вытерпели бы, но поднимать руку на молодых людей, на девушку, это уже край. Ну, наша власть в своей политической борьбе выходит, я так понимаю, за рамки правового поля и пытается вытолкнуть за эти правовые рамки собственный народ. Если идти по такому пути, я думаю, что ни к чему хорошему мы не придем. Обвинять прямо голословно я никого не собираюсь, но хочу подчеркнуть, что прежде всего вся ответственность лежит на власти. Это сейчас власть должна доказать, что не имеет никакого отношения к этому гнусному преступлению, значит, она должна в максимально короткие сроки выявить лиц, причастных к этому преступлению и публично предъявить их народу. От лица общественной палаты тоже хочу сказать несколько слов, что общественная палата возмущена возникшими обстоятельствами этим преступлением. Сегодня утром мы обсуждали, мы намерены в ближайшее время провести совещание, собрание по этому поводу, высказать свою позицию. Но единственная правильная позиция по этому вопросу, единственная верная, в ближайшее максимально короткое время власть должна найти лиц, причастных к этому преступлению, выявить людей, которые совершили его. Представитель Абхазского народного движения Дмитрий Гварамя в отношении расследования правоохранителями настроен пессимистично. Он акцентировал внимание на информационном поле в целом, где люди, не согласные с властью, спорят с людьми без имен и лиц. Честно говоря, иллюзий не питаем по поводу раскрытия этого преступления. По одной простой причине. Сегодня действующий глава открытую позволяет называть себе врагами, по сути, народа Абхазии, людей, которые не согласны с его позицией. Ну, тут кто-то решил, может быть, это личная инициатива или еще как-то. То есть, может быть, служится кто-то хочет. То есть, множество причин может быть. Но, скорее всего, как тут многие предполагают, и у нас, честно говоря, такие соображения, то есть, это все из одного лагеря пройдет. И если там, может, лично президент, кто кому-то приказ не отдал, да, мое личное мнение, хотел бы сказать, то его риторика, тенденции, которым он ведет, может привести к более худшим последствиям. Вот. Вообще, следует отметить, что вот это разрастание, о чем Тенгу сказал, большого количества анонимных каналов. То есть, насколько мне известно, анонимных, оппозиционных телеграм-каналов не существует. Все люди, которые высказывают свою позицию критичную и так далее, делают это открыто. Известные авторы, известными людьми они это разговаривают. Вот. А те, кто так сложилось, что те, кто сегодня защищает, по сути, власть, там, это делает анонимно. То есть, что не хватает смелости в открытую защищать, если еще было у государства, что эта политика такая полезная. Что ему самому приходится рассказывать, как это значит, как, насколько полезны эти инициативы. Вообще, ну, ситуация, конечно, из ряда вон выходящая. Выступающих было два десятка, и, конечно, один новостной репортаж не может охватить мнение каждого. Главное, с чем согласны все, ни при каких обстоятельствах нельзя применять насилие над безоружными людьми, не представляющими никакой угрозы, и власть обязана провести расследование в кратчайшие сроки, назвав тех, кто это совершил и почему.